Игрегор требует служения, он не берет плату, он требует служения взамен на то, что дает благость. Иными словами, если вы ему не даете служения, он вам не дает благость. Наказания нет, его не бывает. Наказывается, есть наказание только за жесткие действия оскорбления, хулу и так далее. За это есть наказание. И то, опять же, мы сами себя наказываем, потому что мы начинаем источать негатив. А так само по себе наказание не существует. Просто не дается благость, просто на вас это не работает, не действует. Так вот, принцип служению Игрегору – это не пост, это не стояние в церкви, это не чтение утром-вечером молитв, это определенное понимание и принципы внутреннего состояния. Принципы вот на этом слайде. Я их подробно сейчас описывала. Это первое – не быть гордым и самоуверенным. То есть не считать, что я все знаю, и я выше других, так как я посерковленная. То есть стремиться постоянно к этому познанию, к развитию. Второе – это искать Божью мудрость, то есть саморазвитие, самопознание, движение вперед. И третье – это благословление, благость, то есть уметь накапливать в себе эту благость, уметь благодарить, уметь принимать благодарность, уметь источать вот этот свет, уметь принимать свои недостатки и любить себя даже с недостатками, не считать себя греховным, грязным. Это принцип служения. То есть если вы эти принципы соблюдаете, это достаточная плата Игрегору. То есть Игрегор вам будет давать максимум благодати, максимум энергии. Вот, а крещение, оно просто усиливает это, оно не, вот смотрите, если человек крещеный, но он сюда не погружается, он не будет получать благодать Грегора практически никакую, он не будет получать практически никакой защиты, он не будет получать практически никакой помощи минимальную, да, там какой-то вот один ангел-хранитель по имени крещения, который за ним идет. Но человек, даже не крещеный, но живущий по этим принципам, будет получать энергию Грегора. У этого тонкость важно понять, что заниматься эзотерикой можно, будучи православным, крещеным, будучи как бы в ангельской защите, да, в взаимодействии обращаясь с ангелами, эзотерикой заниматься можно, опять же, если вы соблюдаете технологию, если вы понимаете, зачем, ради чего это делаете. Субтитры сделал DimaTorzok